Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение послания к евреям, 9 глава. 9 глава начинается с описания святилища и скини, которая олицетворяла собой Первый Завет. Это описание мы с вами уже рассматривали в предыдущий раз, поскольку в нем содержится некая ошибка, связанная с расположением кодильного жертвенника. И мы обсуждали, по какой причине этот жертвенник, приводимый в послание и писание, перемещается из части храма, которая называется святая, в другую часть святая святых. И после этого описания автор послания замечает, что при таком устройстве, 6 стих, в первую скини входит священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. Это связано непосредственно с обрядом Дня Очищения, обрядом, который мы с вами рассматривали также в предыдущих встречах. И автор послания объясняет, что всем Дух Святой показывает, что еще не открыт путь в Иссвятилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, немогущие сделать совести совершенно приносящего, и которые с ясными питьями, различными омовениями, обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Итак, мы с вами подошли к одному из ключевых положений послания, которое рассматривает, раскрывает, объясняет то, под каким углом зрения рассматривается ветхозаветный культ, что он может, что он не может, для чего он все-таки существовал. И прежде всего автор послания говорит о том, что вход во святая святых был закрыт. Напомню, что святая святых олицетворяла присутствие Бога среди народа. И то, что завеса преграждала туда доступ, означало, что и путь к Богу для человека, по сути своей, недостижим. Даже те, кто совершали служение в скинии, то есть рядовые священники, они не могли ни в каком случае туда зайти. И лишь только первосвященник однажды в год. И для автора послания это указание является поводом именно для того, чтобы показать, что ветхий заветный культ, он не достигал ожидаемого результата. То есть, по сути своей, не происходило прощения грехов. Еще раз отмечу, что послание отраживает культовую концепцию понимания искупления, в которой для того, чтобы человек предстал перед Богом, он должен быть очищен. С него должно быть снято все, что связано с грехом. Но если к Богу было подойти нельзя, значит, этот груз, эта тяжесть греха, она оставалась по-прежнему на человеке. Она не устранялась, никуда не уходила. И ветхий заветный культ был здесь совершенно бессилен, беспомощен. Он не мог что-либо изменить. Для чего же тогда возникает вопрос, он был нужен? Для чего необходимы были все эти многочисленные ежедневные жертвы, которые носились сначала в скине, а потом в храме? И мы с вами уже слышали, собственно, ответ на этот вопрос. Все эти жертвы не могли сделать совести совершенно приносящего, то есть даже священников, тем самым внутреннее освящение этим жертвам было недоступно и для них невозможно. Но говорится дальше о омовениях, относящемся до плоти. Другими словами, по мысли автора послания, эти жертвы давали внешнее ритуальное очищение, которое давало возможным после их приношения человеку участвовать в различных культовых установлениях и вообще находиться в общении с Богом. Собственно говоря, эта тема, конечно же, для всех известна, поскольку тема культовой чистоты и нечистоты неоднократно возникают и в Евангелии, и мы с вами знаем хорошо, что Господь именно делал ударение в своей полемике с книжниками, фарисеями на необходимость внутренней чистоты. И сердце помышления, говорил он, выходит злое в человеке, а внешняя чистота и нечистота не играют той роли, которую придавали в соответствии с традицией фарисеи, книжники, его постоянные оппоненты. И здесь в послании мы тоже, по сути, с вами видим отголосок такого подхода. Внешнее очищение было возможно благодаря ветхозаветным жертвам, а внутреннее очищение оказалось им недоступно, и тем самым вход к Богу был закрыт. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей эскинью, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище, я приобрел вечное искупление. И если кровью тельцов и козлов и пепетелица через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то, коль мне пачи кровь Христа, который духом святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Итак, мы видим с вами, что это указание раскрывает перед нами предназначение хождения в мир предвечного Сына Божия. Подлинное очищение принес Иисус Христос как первосвященник будущих благ. Не через кровь и козлов, но через собственную кровь он вошел в небесное святилище, приобретя вечное искупление. И вот именно в этом и видит автор послания назначение прихода в мир Сына Божия Иисуса Христа в устранении им греха, жертвуя своею. Дело в том, что для описания этого в послании используется разная терминология. Это и очищение, это и прощение, это и достижение совершенства, но все эти слова и термины, они указывают на единую реальность, на окончательное прощение грехов. Приведу лишь несколько цитат для того, чтобы это было понятно. Итак, заглавие послания, 1 глава, 3 стих. Сын, совершив очищение грехов, воссел по правую сторону величества в небесах. 10.12. Он, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел по правую сторону Бога. 12.3. Иисус претерпел крест и воссел по правую сторону престола Божия. Итак, голговская жертва, которая принесла людям окончательное прощение, оно завершает жизненный путь Иисуса Христа, после чего он возносится в самое небо. И в отличие от левицких священников, которые на момент написания послания по-прежнему уже и еще совершали жертвоприношение и выполняли свои обязанности, связанные с этим, Иисус Христос, как говорит послание, воссел по правую сторону Бога, то есть завершил, закончил. Как если бы мы... Опять же, понятно, что здесь используется текст 109-го псалма, после какого-то трудового дня, после каких-то усилий, вот сели для того, чтобы передохнуть. И для того, чтобы жертвоприношение было возможным, Иисус Христос должен был удовлетворять некоторым требованиям, потому что сам Он является не только первосвященником, но и жертвой, ведь приносит Он не, как отмечается в послании, не кровь телецов и козлов, а собственную кровь. Поэтому особое ударение послания делает именно на непорочности, на безгрешности Иисуса Христа. Жертвенные животные, которые приносились в Ветхом Завете, не должны были иметь какого-либо физического порока или повреждения. Христос был непорочен, и именно это делает возможным для Него, как будет сказано дальше, 9.28, поднять на себя грехи много. То есть, действительно, Его смерть, она носит заместительный характер. Он умирает не за себя, поскольку был безгрешен, а за других, и Его кровь становится очищающей и приносит искупление. Итак, достигается тот результат, который был неподъемен, непосилен для прежних жертвоприношений. 15 стих. Вследствие смерти Его, бывшие для искупления преступлений, сделанных при Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование. И послание называют Иисуса Христа здесь ходатаем Нового Завета, посредником в Его наступлении, ибо где завещание, говорится дальше, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Итак, смерть Иисуса Христа рассматривается именно как смерть завещателя, после которого завещание получает силу. Дело в том, что слово завет можно переводить и понимать по-разному, можно как договор, можно как завещание. Греческая диатеки допускает такое значение. И вот именно так это слово, этот термин, он и рассматривается в послании. Благодаря смерти Иисуса Христа новый договор вступает в силу, завещание получает свое осуществление. А в чем же заключается то наследство, которое обеспечивается завещателем, это те обетования, которые раньше были даны Богом, но не могли получить свое осуществление, которое было просто-напросто в Ветхом Завете невозможно достичь. Но тем самым смерть Иисуса Христа рассматривается как жертва завета. Дело в том, что для нас с вами привычным является употребление слова «новый завет», кровь нового завета. Мы с вами каждый раз видим и слышим эти слова на литургии, но, как правило, конечно, они у нас с вами не вызывают никаких ассоциаций, нет понимания того, почему же Иисус Христос их произнес. Дело в том, что здесь нужно вернуться к обстоятельствам заключения Ветхого Завета, Синайского Законодательства, как оно описано в книге Исход, и, собственно говоря, об этом дальше и текст послания, 18 стих. «Посему и первый завет был утвержден не без крови, ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону, перед всем народом взял кровь отельцов и козлов с водой, шерстью червленную и сопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, которую заповедовал вам Бог. Также окропил кровью из кении все сосуды богослужебные, да и все почти по закону очищаются кровью, и без пролития крови не бывает прощения». 9.23. Важнейший стих для понимания послания, к которому мы с вами еще вернемся. Итак, конечно, даже не только на слух, но и при чтении, возможно, те, кто недостаточно хорошо знакомы с содержанием Ветхого Завета, не поймут, что здесь в этом описании мы опять с вами встречаем существенные ошибки. Ошибки, конечно, в кавычках, потому что если мы откроем 40 главу книги «Исход», 9 стих в том числе, то там говорится о том, что, собственно говоря, скиния освещалась не кровью жертв, как говорится в послании, но с помощью помазанной елеем. Практика сейчас у нас бывает, когда священник освещает квартиру, помещение, он тоже помазывает елеем помещение с четырех сторон. Но не только это может ошеломить внимательного читателя, есть еще одно куда более существенное историческое несоответствие. Дело в том, конечно, что на момент, когда Моисей сошел с горы Синай со скрижалями и объявил о заповедях, о том, что Бог вступает с народом в завет, в союз, в договор, он дальше уже рассказывает о необходимости постройки скинии, тем самым вообще, как бы, скиния строилась довольно долго, в книге «Исход» подробно описывается и устройство, и, конечно, просто на момент заключения завета ее просто-напросто не существовало. Каким же образом рассказывает этот сюжет автор послания? Возвращаемся к вопросу, с которой я начал. Кровь завета. Дело в том, что для того, чтобы соединить народ с Богом, недостаточно было лишь объявить, огласить эти заповеди и услышать согласие народа на их исполнение. То, что соединяет людей с Богом, материальная сторона этого вопроса, это кровь жертв, кровь жертв, которую Моисей приносит, и потом, как мы сейчас с вами слышали, этой кровью жертв завета он окропляет весь народ, говоря, это кровь завета, который заповедал нам Бог. Тем самым завет заключается у Синая с помощью крови. Иисус Христос, новый завет человечеством, заключает точно так же, с помощью крови. Вот отсюда как раз эти слова, которые мы с вами слышим на Тайной Вечере и слышим на каждой литургии. Кровь Нового Завета. Почему же происходит такое совмещение? Почему мы могли бы сказать, такая путаница? Конечно, опять нужно отметить, что дело не в том, что священный писатель плохо знал Ветхий Завет, и что-то там в его памяти смешалось. Совсем нет. Дело в том, что послание, оно устроено так, что, и мы с вами это уже не раз видели, временное отображает вечное. Например, земная скинье является копией небесного образца. Но не только так может быть, чтобы временное отображало вечное, а приходящее постоянное. Но и, как тоже мы видели, наоборот, временное может переходить вечное. И мы с вами говорили при анализе пятой главе, что в послании говорится, что предвечный Сын Божий должен был достичь совершенства и стать послушным Богом благодаря страданиям. И вот эта взаимосвязь, этот взаимный переход, эта типология, она делает возможным такие смелые утверждения. Дело в том, что, согласно посланию, в Новом Завете заключение Завета и освящение небесной скиньей этой кровью Завета происходит одновременно. Иисус Христос восходит на небо со своей кровью, и там эта кровь, как говорится в послании, очищает небесное. 23 стих. Итак, образцы небесного должны были очищаться сими, самое же небо, лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Не для того, чтобы многократно приносить себя, как первое священие входит в святилище, каждой годной чужой кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира, он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвуя своей. Как? Может быть, для нас это, опять же, странно не звучало, потому что, конечно, неизбежен вопрос, зачем нужно было очищать небесное святилище, разве туда могло проникнуть что-то, связанное с греховным, там его, в принципе, не могло быть, но это не должно нас настораживать, не должно нас удивлять. Послание, как я уже сказал, оно такое взаимно переходящее, да, реальности временной, переходит вечной, вечной во времени, и поэтому, раз Христос в своем искупительном деле согласно посланию воспроизводит ритуал дня очищения, когда первосвященник входил во святая святых и очищал там пространство, то Христос по сути повторяет, он делает то же самое, но входит со своей кровью уже в небесную скинью и достигает результата к концу веков он явился для уничтожения греха жертву своей. И как человеком положено однажды умереть, а потому суд, так и Христос однажды принял себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его спасения. И так никакого повторного очищения уже не будет, оно совершилось однажды, раз навсегда. Этот тезис для нас очень важен, прежде чем мы перейдем к вами рассмотрению следующей, десятой главы, которая, по сути, уже подводит итоги доктринальной части послания и ставит последнюю точку в богословском замысле ее автора. Продолжение следует... Продолжение следует...